прямой эфир привет темно опять у нас темно надо что-то делать со свет друзья здравствуйте друзья подключаемся друзья друзья добрый вечер простите пожалуйста за опоздание мы готовы к прямому эфиру до подключились у нас уже 270 человек заждались привет привет здесь гарик с вами гарик и люка друзья что мы с вами сегодня будем делать наверняка вы уже все знаете что мы будем делать сегодня с люкой мы сегодня будем печь рогалики рогалики друзья рогалики по рецепту моей мамы нины на моей или нашим но наши нажмите тоже мало нашей мамочки мины мама не на привет ну что все собрались кто еще не собрался друзья это мы все убираем да давайте 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 подтягиваемся там по моему тоже в instagram можно поделиться эфиром друзья делимся делимся эфиром заходим заходим печем сегодня друзья рогалики рогалики с вишней это вкус детства ну что нам для этого надо для этого нам нужна вишня вишня друзья вот у меня немножко еще сока собралось часа и еще немножко солью можно поближе люк чтобы было слышно тебя сейчас да мы берем замороженную свежую вишню да я тоже буду писать обязательно я буду тебя не как вот вишенка мы берем свежую замороженную вишню это как свежая замороженная свежая замороженная вишня друзья да наверняка у каждого у каждого есть вишня в детстве помню мы как пикли пироги с вишней мы же закатывали до этом собирали очень много я еще помню мы косточки наверняка вы тоже знаете трудоемкая трудоемкая работа брал ручку ручку откручивал колбачок ну либо шпилька да и как вы шпилька кто как друзья напишите вы ковыривал косточки с вишни и мы закатывали вишню в собственном соку вот так вот вишня в собственном соку она она такая была чуть сладковатая помню вот а именно вот в рогаликах что мы любим то что в тесто сахар мы не ставим вишню чуть-чуть мы сахарим уже в рогалике и потом посыпаем пудрой и получается такой вкус кисло-сладкий вкус кисло-сладкий а когда лишняя сладкая уже в рогалике сладкая вишня неинтересно немножко такой пресный здесь должно быть сочетание значит мы с вами имеем кислую вишню оболочки тонкого теста до сахарной пудры и вот это все вот сочетание этого несочетаемого получается как ты любишь говорить гастрономический ты получаешь просто гастрономический оргазм ну в общем вишня у нас готова дальше сахар немножко муки чтобы так присыпать поверхность тесто не прилипал не прилипала ну и в принципе все легко и просто противень мы фольгой застелим потому что где-то вишня может потечь свой сок ну и чтобы не прилипло к самому противню может подгореть а мы можем еще бумагу вместо можем как можно пергаментную бумагу можно друзья да а фольга она помогает в том плане что сам рогалик быстро отстает от нее очень важно снимать их горячими потому что все равно сок это проходит если они остынут то очень тяжело и будет оторвать до от фольги ребят поэтому здесь еще очень важный момент снимать и когда это все горячее вытащили из духовки хорошо я этим займусь друзья всем привет кто еще не был кто еще тот только присоединиться к прямому эфиру напоминаю что мы с люкой причем рогалики рогалики по рецепту нашей мамы так что касается самого теста накрутила такие шарики они немножко уже постояли отдохнули такое вот тесто получилось мягкое прям как на пирожки но это не пирожки нет здесь здесь совсем другой входит другие ингредиенты в общем что уходит состав теста на 400 грамм сливочного масла 400 грамм сливочного масла далее один стакан вот примерно вот такой стакан где-то 180 грамм кефира кефир кефир затем столовая ложка сухих дрожжей столовая ложка сухих дрожжей ну и в общем все это у нас ложка чайная а есть ложка столовая да и я начинаю всю эту массу разминать то есть масло кефир дрожжи вот это я все разминаю можно долго дрожжи и как на пирожки ним как в отдельной посуде теплой водички немножко чтобы они заиграли но как рекомендовала игорь и мама и моя мама их можно сыпать прямо в кефир они активные быстродействующие это не страшно ну и вот эту всю массу я замешиваю затем начинаю подсыпать муки до тех пор пока тесто не начнет отлипать от рук вот где-то примерно муки у меня уходит 700 грамм короче как всегда тесто отлипло от рук все место готово пусть она немножко отдохнет минут 15 затем скатываем такие вот шарики мячики удобно и все начинаем раскатывать так присыпем немножко поверхность так мы уже начали до приступаем приступаем может мне чуть-чуть камеру по и поближе поставить думаешь не видно я думаю что не видно не давайте давай сейчас подожди совсем датсу вот и кстати показалось там чуть-чуть где а кто-то написал что а люди на отражение было друзья наблюдаем за людиным отражением ищем в фольге люди на смотри лишь я сейчас поднимаю и там отражаются погнали друзья не отвлекаемся у нас сегодня рогалики тема нашей сегодня программы рогалики с вишней вот немножко муки мы присыпали сахару засыпем сыпем сахар и не пожалуйста слушай меня так и раз как погнали раскатываем друзья раскатываем как сильно надо раскатывать дуку вы знаете ну не не так чтобы слишком тонко потому что есть вероятность того что в общем не нет 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 вишни да вишня может протечь понимаешь он может порваться не уже слюна такой средней толщины от одного вида на миллиметра 2 миллиметра 2 примерно все на глаз как говорят наши мамы это все на глаз это любимое выражение все на глаз тесто от рук начало отставать все тесто готово друзья какой толщины какой толщины на глаз ну что-то главное соблюдать пропорции ингредиентов вымешивание теста да сколько наливать да на глаз наливаем нет тут на глаз уже не получится ну в общем примерно вот вот такого диаметра у меня получилось есть миллиметров миллиметра 2 миллиметра два друзья дальше так что мы делаем любимый нож вот это искалка если что я получаю нет нет не верьте нет и так теперь мы разрезаем кружочек делим на вот такие части так помогаем я придерживаю так я же должен что-то тоже помочь есть есть отлично вы можете нарезать эти треугольнички ну любой ширины как как вам хочется чтобы рогалик был маленький побольше то есть тут так скажем на любителя мы делаем такие средние совсем маленькие они быстро улетают просто совсем большие как-то неудобно и не удобно я люблю чтобы он прям сразу когда просто если он будет большой он весь в пудре вы его кусая откусываете у вас неудобно это все сыпется поэтому его надо взять с пудрой и он должен полностью поместить провалиться в рот в общем я нарезаю треугольнички такой средней величины чтобы не были и небольшие и не совсем маленькие такие средние получился такой цветочек ромашечка ромашечка вот так вот это получилось да я покажу вот так вот так вот это получилось видите так дальше дальше так чтобы лишняя не загораживала ну игорь даже это я положу что делаю и вынужден на то вообще моешь руки всегда что за вопрос конечно дальше дальше что мы делаем дальше мы берем вишню вишни мы любим много поэтому она вот такой вот треугольничек я ставлю примерно две три штучки вишни вот когда одна вишенка ну совсем мало ты и просто не почувствуешь потом уже в готовом рогалики вам всем видно друзья я так всем видно вот вот сюда мы еще выложим и тут точно будет вот таким вот образом даже в основании кусочка теста порезанного мы выкладываем потом вишенки по три вишенки то есть не середину не в конец в основании по три вишенки я поддерживаю конечно потому что я выкладываю вишню сахар по одной чайной ложечки вот так вот посыпаешь да да на каждый треугольничек вишенки посыпаешь ложку полную ложечку такой вот так вот так вот так вот так да и посыпаем друзьям прямо посыпаем посыпаем каждую вишенку просыпаем вот так вот так вот так не переворачиваем борьбару я еще до того какая вишня крупная мелкая если мелкая то конечно можно и 4 больше в общем как вы любите как вы любите друзья вот так вот вот так вот посыпаем 4 положила я сказала да надо будет запомнить надо мне будет запомнить этот пирожочего это целый рогали где 4 вишни кстати здесь два не здесь 4 за краешки берем немножко вот так при прижимаю чуть-чуть вот так вот прижимая но вишня все равно может немножко потечь потечь да и скатываем дальше и скатываем дальше вот такой рогали блин а тесто какое прикольное и получается ребят вот такой вот рогалик такой даже маленький кросс антик маленький круассанчик видите дальше игр слишком близ не слишком близко чтобы они не не прилипли вот как-то вот так вот видите не слишком близко кому видно сейчас мы заполнили и покажем дальше таким же образом накрывай вишенки вишенки не рвется тесто нет она не должна рваться не порвалась да и скатываю скатываем дальше были здесь конечно нужна практика абсолютно практика нужно потому что у меня лишь какие несуразные накатала несуразные получают немножко у тебя вот тут как пельмени спасибо огромный конфетки даже конфетки выкладываем рогалики например испекла я их сегодня вечером завтрашнему обеду их уже нет их уже нет потому что мы их очень игорь я даже ночью я вот так вот я вот при подхожу ночью вот так вот постал попить водички взял беру стакан вот не поверите вот стакан вот так вот беру вот а у меня в руке вместо стакана гора галик это вместо самого я вижу стакан с водой я берусь раз а у меня в руке рогалик ну как-то да давай скатай нет ты скатывай а я возьму следующий следующий шарик давай давай огонь ой какой она мягенькая сам бы сам рогалик не чтоб форму не не потея его сам съем я его съем неважно каким он был я просто знаю с какой любовью это приготовлено и какое-то тесто друзья поэтому я его съем это будет мой рогалик мой что открывать открываем кулинарный цех друзья так катаем друзья выкатываем тесто господи забыл выкатываем тесто но 1 2 миллиметра шириной шириной толщиной толщиной 1 2 миллиметра мы выкатываем ну хозяйки знаю рассказывают а ты помнишь нашем детстве такие рогали кипятлись на новый год обязательно святой вечер у нас в селе нашей деревне святой вечер это 6 января 6 января это даже больше такое украинский праздник святой вечер святый вечер потому что мы родились в молдавии на юге молдавии в украинском селе буквально пограничим с украиной у нас родственников очень много с украины действительно когда игорь и спрашивает он по национальному я не сложно ответить на этот вопрос я не знаю потому что у нас там где мы родились наша родина но настолько многонациональный край вечер мы так любили этот праздник уже когда вечерела все дети выходили своих домов и ходили по соседям со словами добрый вечер святый вечер мы принесли до вас вечеря и нам давали подарки конфеты и пряники денежки у это конечно незабываемые воспоминания просто незабываем и вот вот эти рогалики я помню с самого детства вот эти рогалики как мы их пекли режу не покупалась конечно не мог купить все делала своими руками и не было интернета чтобы ты мог посмотреть посмотреть рецепт конечно рецепт не каждый расскажет сейчас это мне игорь и мама и так наша ромашечка готова друзья еще раз вот такая вот ромашечка видите вот 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 такая вот ромашечка порезаны вишня здесь на выкладываю а ты сыпешь сахар и от тоже хочешь что нет только четыре люди так понимаю что сейчас ты игорь переборщишь так достаточно они три крупные что тогда я просто сыплю сахар потому что потом когда знаешь много вишни очень много вишни он может лопнуть и потечь сок если много вишни он может рогалик может лопнуть да из него потечет просто сок может подгореть ну принципе на фольге такого не может случиться но все должно быть в меру друзья всего должно быть в меру и сахара и вишни всего должно быть в меру красиво а как вкусно это точно есть так крутим панда накрываем краешком вот так накрываем и прижимаем чтобы закручивать вот такая вот такая вот друзья конфетка красиво еще бы еще бы ой остеохондроз замучил так мне откуда ничего не потекло так и поставлю чтобы было видно притомился заложить заложить друзья еще блин у меня что-то открытый совсем ты притомил за спасибо любимая вот у нас остался еще не надо ему местечко найти подвинем поплотнее поплотнее да кто не кто не посмотрит в прямом эфире ничего страшного друзья можете посмотреть и в записи мы обязательно оставим напишем состав состав все ингредиенты мы ничего не скрывали да все будет написано здесь ну что наш противень готов наш противень готов мы его заполнили друзья мы его вот так вот таким вот образом заполнили и он у нас улетает в духовку на 180 градусов наша духовка включена и наблюдаем как только они вы заметите что они меняют свой цвет рогалики чуть-чуть вот хотите ну нет не надо поджаривать и потому что до коричневого цвета лишнее может подгореть и меняется весь они во первых меняется весь вкус и во вторых они становятся очень твердыми и это нам совсем высушиваются да поэтому вы заметите как как они как правильно сказать ну как только они уже дошли до своей готовности до дошли до своей готовности и в общем отправляем ну плюс-минус сколько минут как правило ну минут 15-20 минут друзья не больше да все прошло 15-20 минут друзья что мы с вами видим что мы с вами получаем вот наши рогалики которые уже вот наши рогалики которые спеклись друзья вот они наши еще раз напоминаю вам дорогие наши подписчики что наши зрители снимать их нужно с противня горячими горячими иначе они пристанут у вас прилипнут к фольге и будет очень сложно их потом снимать прилипнут к фольге пристанут ну это по нашему украинскому да ребят я хочу вам продемонстрировать делается это следующим образом берется и рогалик такой средний средней величины и отправляется в рот ой я забыла еще что совсем забыла сейчас пока я ребята это не рогалики это не рогалики нет это сказка венского леса ну да спасибо твоей мамочки за за рецепт мамулечка я люблю тебя и дополнение ко всему к этому брусничный компот он еще не совсем остыл мой друзья можно я еще один с вами так что вот пеките наслаждайтесь ребята тесто настолько мягкое что прям распадается у меня в руках ребят распадается так ну что еще раз повторим что входит состав теста да и так 400 грамм сливочного масла не маргарин хотя наши мамы пекли на свином жиру у них конечно немножко другой вкус они более такие песочные что ли получаются на сливочном масле они какие-то нежнее даже какой-то вкус да а на свином жиру они были песочные я вот даже помню этот вкус в общем 400 грамм сливочного масла стакан где-то 180 грамм кефира я не беру очень жирный кефир где-то 2 и 5 процент жирности 2 и 5 дальше столовая ложка сухих дрожжей прям можно прям кефир ребят да и начинаем это все замешивать и подсыпаем муку любимое мое выражение как только тесто отстает от рук начнет не прилипать к рукам значит ваше тесто готово оставляем 15 пусть он отдохнет потом раскатываем на шарики определенного диаметра ну это на ваше усмотрение на ваше усмотрение но плюс-минус они должны быть вот они немножко так подошли чуть-чуть поменьше были чуть-чуть поменьше и вот с таких вот шариков получается вот таким рога получаются вот такие вот рогалики друзья и когда они горячие вы их сняли и быстренько засыпайте пудры сахарной пудрой чтобы она когда они горячие сахарной пудрой прямо прописывать из там да потому что в тесто сахар мы же не не ставим не добавляем посыпаем только посыпаем вишню да только посыпаем на вишню перед тем как завернуть их врага ли превратить их врага ли и все и все горячие рогалики посыпали обильно сахарной пудрой пусть они немножко остынут приятного всем аппетита друзья спасибо всем кто смотрел наш прямой эфир как мы печем рогалики спасибо всем огромное следующий раз что мы с тобой лед делаем а пусть это будет интригой давайте мы сделаем с вами анонс что же мы будем печь и либо варить либо жарить следующий раз кудесничать друзья да напишите пожалуйста в комментариях чтобы вы хотели чтобы мы приготовили и возможно мы это приготовь либо нет либо и у нас есть вот давай все таки давайте оставим интригу мы обязательно об этом сообщим всем спасибо за эфир люка тебе спасибо огромное за рогалики всем спасибо до скорых встреч выключаем